Добрый день! Хочу рассказать вам о бильдере Синч от компании Dea Memory Kit. В принципе, про этот бильдер достаточно много информации в интернете, но на русском языке я, когда выбирала, к сожалению, никакой толком информации не нашла. Сам бильдер в сложенном виде вот такой. Поставляется он в простой картонной коробке, в которой лежит еще помимо него инструкция. Весит он собранном виде в коробке 3,5 килограмма. Средняя цена его в американских магазинах от 75 до 100 долларов, что в принципе не так уж и мало, но не так много. Машинка приятного не розового цвета. Это вторая версия. Первая версия розового цвета. Отличаются они немножко в первую очередь тем, что в первой версии для того, чтобы обжимать пружины размером 3,4, нужно было докупать отдельную планшетку. Но стоила эта планшетка, стоит около 5 долларов, что в принципе не критично. Разница в цене у первого и второго варианта не больше 10 долларов. Если вам попадется дешевый первый вариант, то лучше все-таки, наверное, взять его. Теперь про саму машинку. В самой машинке есть такая достаточно устойчивая большая платформа, на которой есть краткая инструкция. Есть также большая сантиметровая линейка, ну и дюймовая. Дюймовая, тут сантиметры. В сантиметрах тут 33 сантиметра. В принципе позволяет обжимать большие размеры. Линейка вот так вот двигается и двигается. Главной особенностью и достоинством этой машинки, на мой взгляд, является система рычагов. Эти рычаги можно выдвигать и задвигать, когда они в выдвинутом состоянии, они не опускаются и не пробивают бумагу. То есть, благодаря этому можно делать определенное количество отверстий в определенных местах. Например, попробуем. У меня получилось, в общем-то, шесть отверстий, по два отверстия на равном друг другу расстоянии. Вот еще эта машинка, как заявлено, может пробивать 20 листов за раз. Сейчас мы попробуем. У меня здесь в стопочке 19 листов пищих тонких. Вставляем их. Эти рычажки иногда очень того задвигаются и нужно как бы покрутить их или приложить определенное усилие. Нужно приложить, конечно, достаточно большое усилие, все-таки 20 листов, но я бы не сказала, что прямо тут вот все так плохо. Все аккуратно, никаких замятин, зазубрин сильных. Ну, как бы нормально. Видно я показываю. Достаточно аккуратно, никаких замятин, зазубрин. Сейчас попробуем пробить еще лист А4 на всю длину. Вот. Вставляем. Теперь выдвигаем бумагу. Вот тут сбоку есть небольшой рычажок-фиксатор, который помогает зафиксировать бумагу. Выставляем пробитый лист и фиксируем его на предпоследней дырке. Опускаем. Получился целый ровный ряд. Вот тут немножко замялось, но ничего страшного. Преимуществом этой машинки, то, что она делает круглые дырки, на мой взгляд, является то, что можно пробить мягкую обложку. И обжать потом эти дырки люверсами. Вот здесь я сделала такое мини-подобие мягкой обложки. Здесь идёт картон, синтепон и поролон. Вот. И лист ватмана. Вот тут уже видно, я уже пробовала, обжимала всё это люверсами, пробитые отверстия. Вот сейчас покажу на примере. Сдвигаем. В принципе, никаких усилий не надо было прилагать всё это. Пробилось всё довольно аккуратно. Три отверстия ткани, где не зажёвано. Отверстия ровные. Эти отверстия можно в дальнейшем обжать люверсами. Вся проблема заключается только в том, что не все люверсы подходят для пружин. Для самых больших пружин люверсы оказываются узковаты. У меня стандартные люверсы, не знаю, какого они размера. В принципе, мне кажется, у Via Memory Keepers есть люверсы с большим диаметром внутреннего отверстия. Сами дырки, которые пробивает биндер, они несколько больше, чем классические. Дырки от Дракула. Но пружины среднего размера уже можно вставлять в эти отверстия спокойно. Вот только самые большие пружины мне не получилось вставить. Самое замечательное, что всё это конфетти, которое бьёт машинка, засыпается в задний лоток. Вот тут в задний такой лоток для сбора всего этого барахла. То можно в хлопушку сыпать. Сейчас мы попробуем обжать небольшой альбомчик, который у меня есть. Надо сказать, что отверстия в нём я сделала заранее и сделала их не на биндере, а на обычном дыраколе. Так как когда я сшивала альбом, я не учла тут факт, что биндер на определённом расстоянии делает отверстие довольно близко к краю. Вот тут есть сбоку такая вешалочка небольшая, скобочка, на которую вешается пружина. И на эту пружину, уже она фиксирована, как бы очень удобно, на эту пружину уже оливается сам альбом, на который обжимает. Мы выставляем нужный размер, самый большой. Вставляем пружину. В общем-то получилось даже довольно неплохо. Всё обжалось. Конечно, круглая не получилась. Получилась скорее овальной формы. Ну, в принципе, неплохо. Надеюсь, что со временем у меня будет лучше получаться. Что я хочу сказать? В плане, конечно, хобби домашнего, мне кажется, этот биндер, наверное, наилучший вариант. Он достаточно удобен. Он лёгок. Он не требует больших усилий при нажатии. Здесь неплохая система вот этих вот рычагов. И тот факт, что он пробивает круглые дырки, которые можно обжимать и делать мягкие обложки, конечно, в общем, я всем рекомендую.